Бля, записал я по ходу видео, да? Всем привет, с вами Саня, добро пожаловать на кальяный канал Найсмок. У нас сегодня обзор двух новых вкусов от Blackburn, а именно SoSip и Pinnacolada. Во-первых, давайте... Во-первых, давайте пару слов скажу о баночке. Как вы помните, у них фасовка, 25 грамм, новые упаковки, теперь стали шайбы. Это хорошо. Плюсы. То, что здесь нет такой линии надрыва, как у Масхэва, то есть после вскрытия банка выглядит симпатичнее. И у Масхэва, опять же, если брать, всё время она как-то рвётся, ломается, и приходится доделать всё это делом шилом. Здесь же линии надрыва нет, просто берёшь и срываешь. Здесь нужно быть либо Суперменом, либо Халком, либо у меня своими силами просто вскрыть это не удалось. Мне пришлось ножом по контуру проходиться. Но, скорее всего, дело вот в акцизе, он как-то был плохо, как сказать-то, не пропечатан, а пробит, что ли. И, что мне ещё не понравилось внутри, нету пластмассовой заглушечки. Здесь была фольга, и то, когда я вскрывал эту упаковку, почему-то фольга, которая должна была запечатать упаковку, у меня осталась вверху. Итак, первый вкус соусип, это у нас тархун с сметанным яблоком. Ничего такого на рынке я ещё раньше не слышал, звучит очень вкусно, очень интересно. Давайте пока поставим. Вообще, судя по дыму, у меня здесь уже всё нахрен горит. Так что давайте уголечек пока скинем. Забил я оба два, если что, вкуса на Афанале. Вот стоп на чашечке Мун. Это тоже важно партнёры моего канала. Оп, сейчас логотипчиком переверну, что было. Ну, во-первых, давайте понюхаем. Пахнет каким-то лимонадиком, таким травянистым, да, действительно, похоже на тархун. Мне было интересно вообще, что такое сметанный яблок, потому что до этого я его нигде не пробовал. И знаете, меня это разочаровало. Почему? Потому что это пахнет анисовым яблоком, серьёзно. Хотя могу ошибаться, то, что это идёт именно анисовый яблок, потому что, помню, я курил эстрагон от Масхэва, а-ля тоже тархун. Там тоже были нотки аниса. Но я вот небольшой любитель всей этой индийской темы. Вот понравился анис прям не моё. Но давайте всё равно попробуем. Итак. Такой суховатый, знаете, вкус. Не совсем похож на напиток, если мы берём тархун. Есть какие-то травянистые нотки. Чувствуется анис, но его не так много, словите, господи. Ну а что касается яблока, да, что-то там такое есть, знаете. Оно, если что, не кислое. Оно вот именно идёт такое сладкое, спелое. Радует то, что это не похоже на яблочные леденцы, потому что любят такое делать. И мне ещё вот не нравится, иногда у яблока есть такое послевкусие непонятное, какое-то такое вяжущее, будто оно чуть-чуть переспелое. Ну у меня, по крайней мере, такая ситуация. Даже не переспел, я бы сказал, а с гнильцом. Я уже до этого где-то это упоминал, где-то это говорил, здесь такого нет. Но в целом, ну знаете, один раз взять, покурить можно. Лично, по своему мнению, ну второй раз я это, наверное, покупать бы не стал. Это не какой-то вау вкус, так как там есть анис для меня. Но это, в принципе, и не противника. Давайте мы это всё снимем. И поставим вторую чашечку. Здесь у меня пинаколада. Пара слов про пинаколаду. Ну, есть она, в принципе, у каждого второго. Думаю, уже большинство из вас курили. Но, вдруг, если что, это у нас ром. То есть, должно быть алкогольная составляющая. Это у нас ананасовый сок. И это у нас, конечно же, кокос. Пахнет хорошим, таким банальным, в общем-то, миксом. Чувствуется у нас и кокос, и ананас. Алкоголь и нотки пока не очень на запах-то чувствуется. Но думаю, что в чаше всё должно уже смотреться лучше. А ещё, кстати, мне казалось, что пинаколада у Блокбёрна была. Или, может, была у Бёрна. Поправьте меня в комментариях, если что, вдруг. Ну, знаете. Из банки пахнет гораздо насыщенней, чем это в чашке. Обычно Бёрн, как бы, меня не обижает. В плане того, что аромки у них хорошие. Но здесь... Здесь очень мало насыщенности, где вкус. Алло. В основном я всё-таки здесь чувствую табачное сырьё. Если что, напоминаю, я забил вот тут. Нет, здесь чувствуется... Ну, во-первых, на первом плане кокос есть. И ананас чувствуется. По поводу Рома, всё-таки у меня была надежда. Потому что в чашу она почувствуется, напокурено. Но чувствуется, знаете, такой суховатый кокос с ананасовым соком. В общем-то, и всё. Ну да, на напиток из-за сока ананасового похоже, но... Ну, где мой Ром? Ну, возможно, что-то можно себе там напридумывать, представить. То, что он где-то там на фоне есть, но он точно уж не ярко выражен. Ну, хотя, знаете, сейчас чуть подраскурилось, насыщенности стало чуть-чуть побольше, но хотелось мне ещё бы, наверное, это поярче. Но всё равно, это вкусненько, но это всё-таки не идеально пиноколада. До пятёрочки это точно не дотягивает. Ну, что сказать. В принципе, это вкусно. Курить определённо можно. Да даже, если что, и второй раз тоже можно купить, но... Всё-таки это пиноколада, увы, не идеально. Ну, в общем-то и всё. На этом мы с вами будем заканчивать. Такой вот вышел небольшой обзорчик. А вы обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на партнёров канала Чашечки Мон. Пишите свои комментарии, кто уже успел попробовать их вкусы. Будет интересно от вас почитать мнение. Чё ещё не сказал там. Ну, короче, ставьте лайки, вы всё уже знаете. А с вами был Саня. Кальяны канал Найс Мок. Всем вам дымных и вкусных кальянов. Всем пока. Чё, блюдок, больше не будешь сверлить-то? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok